11.06 в Кирове. Начинается программа «Дневной разворот». Студия Владимир Сметанин. И Светлана Занько. Добрый день, добрый день. 30 августа, среда, предпоследний день календарного лета. Грустно немножко? Нет? Не грустно? Нет, хорошо. А в лесу-то как хорошо? В лесу хорошо. Давно, кстати, не бывало. Как там сейчас обстоят дела в лесу? И грибов нет, зато красота. А в чем же когда приелисти? Что за замечательное? Я вот на выходные, кстати, планировал выезд. Стерушки, может, пойдут еще, но пока нет. Пока нет. Имей в виду, да. Но тут, видимо, залог все-таки еще более-менее теплой погоды и небольших дождей, по крайней мере. Ну, на шамань, ты же умеешь с погодой разговаривать. С бубном? Я сегодня без бубна пришел в студию. Хорошо. Ко второму часу, может быть, найду. Будем шаманить. У нас сегодня очень хороший эфир. Я очень рада, что мы возвращаем этот формат. Мы сегодня будем разговаривать с главой территориального управления, Первомайского территориального управления, Вячеславом Симаковым. Сейчас прямо в нашей студии. Вячеслав Николаевич, добрый день. Добрый день. Добрый день. Мы будем говорить о планах на развитие Первомайского района, о благоустройстве Первомайского района. И, кроме того, что особенно радостно, мы будем принимать звонки слушателей по телефону 211-101. Вы сможете задать свои вопросы Вячеславу Николаевичу, если вы проживаете в Первомайском районе, или ваши родственники, или друзья, или просто вы, горожанин, проходите по Первомайскому району и что-то видите, что-то вас интересует. Вы можете выражать свою благодарность, можете делать замечания. Пожалуйста, 211-101. Вячеслав Николаевич уже подготовил бумагу, ручку будет записывать, брать на карандаш что-то. Сразу, может быть, сможет прокомментировать. Ну, а мы, естественно, с вами... Тоже подготовились. Конечно, подготовились. Промаритолили, так сказать, информационную повестку последних недель. Да, вот последняя новость, которую я вижу, она касается Коминтерна, конкретно улицы Павла Корчагина. Вот тут за эфиром спросила Вячеслава Николаевича, Павла Корчагина улица где? Вячеслав Николаевич сказал, что практически весь Коминтерн, поселок этого улицы Павла Корчагина, и там идет какое-то грандиозное благоустройство впервые за 20 лет. Ну, у нас в заречной части города в этом году идет работа по нескольким программам, по федеральным, по муниципальным, по областным. Есть ремонт дворов в рамках городской комфортной среды, есть большое количество... Это федеральная программа. Да, 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 есть большое количество проекта местных инициатив реализуется. Здесь и обустройство детских площадок, ремонт дорог, освещение наружное и ряд других мероприятий. И продолжается работа уже по подготовке к следующему году. То есть мы получили возможность участия в федеральных программах с прошлого года. Наши ТОСы, которых на сегодняшний день на территории Первомайского района больше 100, в эту работу плотно включились. И на сегодняшний день готовим заявки на следующий год. Сейчас уже расширяем перечень работ, которые происходят, производятся в рамках этих программ. То есть в основном раньше это детские спортивные площадки, ремонт асфальтового покрытия тротуара, проездов. Сейчас более широкий комплекс работ, это уже и работы, связанные со строительством водопровода, канализации, наружного освещения, устройства противопожарных водоемов. Ну и еще устройства даже спортивных комплексов. Ну это вот как парк Апола. На следующий год тоже рассматриваем возможность устройства там мини-футбольного поля. За счет чего, Вячеслав Николаевич, расширение стало возможным? Как раз за счет того, что появились федеральные программы. То есть мы раньше в основном, это были грантовые конкурсы, которые организовывала администрация города Кирова. Здесь суммы были незначительные, от 10 тысяч до 100 тысяч рублей. Косметический ремонт возможен на эти деньги? Здесь установка каких-то малых архитектурных форм, небольших детских площадок, спортивных. Такие элементы отдельно стоящие до оборудования дворовых территорий, обустройство цветников, озеленение. Вот такие, как сказать, небольшие островки, оазисы на дворовых территориях. Правильно, что вот это расширение этих работ, это в том числе и предполагает включение самих жителей. Они должны вложиться рублем в это во все. Это один из основных критериев. И вот как раз благодаря активности населения мы получаем большое количество проектов. То есть чем больше люди готовы участвовать, чем больше люди готовы вкладывать, тем больше они будут и получать. Вследствие этого город будет, так сказать, больше благоустроенных мест. Мы обязательно перейдем к вопросу о комплексном развитии территории, которую сейчас заявляют и Перескоков, и Васильев, но чуть позже. Давайте все-таки каких-то частностей коснемся. Например, если мы вернемся к улице Павла Корчагина, я вижу здесь в основном, то есть Коминтерн, здесь в основном это асфальтирование дороги и тротуара. Она такая сквозная, очень важно, чтобы была мало прохожая на самом деле, сплошные выбоины и ямы. И на это, плюс какое-то количество скамеек, 14, я вижу, 14 тюрн, на это ушли 9 миллионов рублей, которые были спланированы. Значит, это речь идет о трех дворах по улице Павла Корчагина, 221 дробь 1, 223, 223 дробь 1. Там большие многоквартирные дома, общая площадь, вот на эти 9 миллионов рублей будет выполнено асфальтирование проездов более 6500 квадратных метров дорог, 1200 квадратных метров это у нас тротуары, 1000 квадратных метров должны быть восстановлены газоны и на всех трех дворах должно быть восстановлено наружное освещение. И плюсом идет три информационных счета и 14 малых архитектурных форм, это скамейки и урны. Я бы хотела заострить наше внимание на информационных счетах, что это будет, потому что информационные счеты это то, чего крайне не хватает в городе Кирове, на это жалуются жители, потому что они не в курсе того, что происходит, ни в начале строительных работ, ни в конце, ни в итоге. Что там будет на этих счетах? Любая информация от рекламной до... То есть и... А, это действующие информационные счеты, да, где можно будет располагать для информированных населения. То есть мы обращались уже к обслуживающим организациям для того, чтобы у нас не было несанкционированной расклейки, объявлений на дверях, на окнах. Они размещали некоторые организации небольшие информационные счеты. Здесь... На стойках, ну, как в обычном понимании информационные счеты. То есть мы всегда говорим об антивандальной составляющей. А в чем она заканчивается? Дело в том, что вот в антивандальном, как понять, можно даже бетонную конструкцию изрисовать, и тоже она, как говорится, примет в ней. Ну, это просто обычная стойка на металлических каких-то опорах. Кто будет за этими счетами поддерживать их в нормальном состоянии? Потому что мы же прекрасно понимаем, если появляется такая возможность что-то расклеить, это обязательно будет заклеено все. Большими и маленькими объявлениями. А вот, кстати, очень интересно, управляющие компании будут поддерживать порядок, а о том, какая информация появляется на информационных счетах, ведь это тоже важно следить, потому что что угодно можно туда наклеить и продавать чего угодно через эти счеты. В любом случае, территориальное управление, хотя и были внесены изменения в правил внешнего благоустройства, в соответствии с которыми мы не вправе вмешиваться на дворовых территориях в какую-то деятельность, мы в любом случае эту работу ведем. И осматриваем территорию, и письма пишем рекомендательные. Поэтому мы будем в том числе и следить за информационными счетами, какая информация там размещается. Ну и кроме того, вот все встречи на данной территории, и в том числе и с подрядными организациями, они проводятся в присутствии управляющей компании, которая там занимается. Они всегда присутствуют, и, как говорится, ни от чего они не отказываются. Теперь мы делаем вывод, что на благоустройство трех дворов, вот в том объеме, которым сейчас Вячеслав Семаков сказал, необходимо, на каждого двора, получается, ушло 3 миллиона, да, по 3 миллиона. Там, значит, два девятиэтажных дома, большое количество подъездов и одна пятиэтажка. Но вот у этой пятиэтажки тоже тротуар будет обустроен с двух сторон. То есть, ну, в принципе, почти одинаковая сумма. Чтобы понимать размеры, просто, Володь, чтобы понимать размеры затрат, и это мы сейчас и говорим только о тротуаре, о дороге, о скамейках и щитах. И освещении. И освещении, да, мы сейчас уйдем на перерыв, но хотелось бы спросить про парковочные карманы. Они учтены? Да, там есть тоже парковочные карманы, конечно, может быть и не будет хватать, но в любом случае, где это позволило инфраструктура, они были размещены. Кроме того, на дворовой территории раньше вместо тротуаров были уложены плитки, и сейчас уже население собственными силами на свободной территории вот эту освобождающуюся плитку укладываю от 50 на 50 из бетона. Зачем? Тоже организовывать дополнительные парковочные места. Дополнительные парковочные пространства, используя этот материал. Сейчас уйдем буквально на полминутный перерыв. 211-101 в студии Вячеслав Семаков, начальник теруправления по Первомайскому району города Кирова, заместитель главы администрации города. Звоните ему и задавайте свои вопросы. Продолжаем нашу беседу с Вячеславом Семаковым, начальником теруправления по Первомайскому району, заместителем главы администрации города. Давайте ускоряться и принимаем сразу же звонок. 211-101. Алло, добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Мне хотелось... Меня зовут Тамара Федоровна. Пожалуйста, вопрос. Я проживаю... Я проживаю в Роза-Лексенбург, 35. У нас когда-то был свой двор. Через наш двор ходили дети в детский сад, который стоит в торца нашего дома. Два года тому назад у нас эта дворовая площадка отобрал дом номер 37. Роза-Лексенбург. Все снесли детские украшения, горки, все-все-все. Мне бы хотелось попросить Вячеслава Николаевича, чтобы он обязательно посмотрел наши двора. Вот двор 35 и двор дома 37. Вот. Это что-то какое-то безобразие. У нас тут в местную лавку идут. И все через наш двор. А негде, даже негде пройти как следует. Детский сад и то негде. Вячеслав Николаевич, есть уточнение вопросов? Возьмете на заметку и будете уже разбираться. Нет, я обязательно посмотрю. Но в любом случае, скорее всего, там не было никакого самозахвата. Просто иногда люди выдают желаемое за действительное. Поэтому посмотрим обязательно границы земельных участков и кто что разместил, на чьей территории. Спасибо. 211-101. У меня вопрос, уточняющий по поводу парка Аполло. Раз мы с Коминтерном более-менее закончили. Может быть, будут поступать вопросы от жителей Коминтерна. Вы сказали, что планируется устройство мини-футбольного поля в парке Аполло. Расскажите поподробнее, пожалуйста, про этот проект. Ну, вкратце скажу, что у нас уже на протяжении нескольких лет идет благоустройство в рамках проекта местных инициатив. В этом году, вот как раз сегодня, закончили благоустройство. На данной территории будет рабочая встреча. Ну, это обмеры. Там, в основном, асфальтирование проходило дорожек, которые были разрушены. 2-го числа у нас официальное открытие этих работ, приемка. И мы на следующий год уже смотрим дальнейшее развитие этих территорий. И нижняя часть, она у нас на сегодняшний день в таком немножко заросшем состоянии. А куда горка-то в зимнее время? По улице Володовского. Нет, нижняя часть парка Аполло. Вот если ты представляешь себе, там детские площадки во входной группе, там асфальтированы дорожки, они ведут к разрушенному детскому городку, помнишь, каменному такой крепости. А за каменной крепостью стоит открытая сцена с амфитеатром, а за ней... Ниже еще, да. Еще ниже, там пустыть-то выключается. Свободная площадка. И мы как раз взяли за основу проект, который реализуется в этом году на трудовых резервах, то есть для того, чтобы не тратить средства на проектирование, посмотрели, впишется ли вот в данную территорию уже тот проект, который имеется. Трудовые резервы имеем в виду мини-футбольное поле, которое там есть? Да, да, да. Там... Функциональная площадка, на которой можно играть мини-футбол, баскетбол, волейбол, она огорожена. То есть мы посмотрели, в принципе, она вписывается. Но стоимость этой площадки более двух миллионов рублей, и мы сейчас вот как раз рассматриваем возможность участия в программе. То есть тут в зависимости от того, найдем ли мы спонсоров на свободную сумму, на сегодняшний день нам осталось буквально порядка двухсот тысяч найти для того, чтобы подать заявку на реализацию этого проекта в рамках ППМИ. В принципе, у нас неплохая бы территория получилась многофункциональная. Да, я проезжаю мимо такого поля на «Динамо». Эта территория всегда пользуется популярностью. Команды собираются от малышей до очень взрослых людей. И тем более, что там зеленая территория. Я думаю, что интересно было бы, наверное, играть в спортивные объекты не хватает. Это непосредственно. Ближе к улице Московской, да, ты имеешь в виду? На мой взгляд. Ты имеешь в виду, что... «Динамо». Ну вот да. Нет, прям Казанская. Казанская прилегает. Перекресток Казанская и Московская. Да, там большая площадка, мы тоже используем. Осталось найти 200 тысяч рублей. И вот спонсоры, если нас сейчас слышат, кто заинтересован в такой площадке спортивной в парке «Аполло», пожалуйста, обращайтесь в тироуправление к Вячеславу Николаевичу Симакову. 200 тысяч рублей нам еще нужно найти. Ну и кроме этого, еще добавлю тогда, все-таки мы хотим там восстановить фонтан, наружное освещение необходимо и продолжить работы, связанные с озеленением. А вот этот вот разрушенный каменный городок детский, что-то есть на него планы? Про него тоже мы думаем. Наверное, знаете, что рядом на улице Герцена расположен музей Хлынова. Уже встречались с предпринимателем, то есть вот рассмотреть возможность совместного... Валерий Федеев? Да, 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 совместного использования дальнейшего. Как раз вот в части развития... Исторический какой-то такой объект сделать. Да, да, да. Ну такая получится... Единый комплекс такой интересный. Очень, прям буквально то, что вы нарисовали, это уже готовый, действительно, функционирующий хорошо разносторонний парк. У нас есть телефонный звонок, давайте его примем. Алло, добрый день, вы в эфире. Добрый день. Как вас зовут? Татьяна Валентиновна, Перумайский район, Лесозаводская. Вячеслав Николаевич, расскажите, пожалуйста, о светлом будущем Вересников, конкретно район Кировского МДК. Вересники, Кировский МДК. Вот я как раз до начала эфира вспоминал недавний визит в Вересники и свои впечатления. Да, Вересники, понимаете, на фоне вот всего этого, новых новостроек, это все прекрасно. Но как окажешься в нашем микрорайоне, это просто не хочется говорить на весь эфир. Да, мы сейчас, мы сейчас, может быть, какие-то конкретные у вас есть более конкретные вопросы? Я обращалась к Вячеславу Николаевичу лично, но до сих пор прошел уже месяц, как бы ответа не получила. А по поводу чего? Ну, по поводу, как сказать, вышла из строя канализация, вот эти запахи, невозможно. Прямо заходишь в подъезд, все начали с точной водой, все туда. Давайте мы сейчас узнаем про светлое будущее Вересникова. Замечательный, кстати, район. Замечательный район, близкий мне, я вырос в Вересниках, на КМДК я занимался спортом, там раньше располагался спортивный клуб ИГАР, играл там в футбол, хоккей. Но в любом случае могу сказать, что данному микрорайону на новой должности я считаю, что я уделяю достаточное внимание. Понятно, что не во все сферы мы можем, так сказать, глубоко ввести. Все охватить. Что с канализацией? Ну вот с канализацией надо там разбираться, там очень много аварийных домов, нет именно организованной системы водоотведения. Там в основном выгребные ямы. Все еще. Да. Там единственный выход, что весь этот микрорайон надо сносить, строить новые дома, расселением заниматься. На сегодняшний день понятно, что это в течение одного года не выполнить. А планы у города есть? Разговоры с инвесторами, с застройщиками были они ранее? Конечно, у нас уже изыскательские работы проводили. Все равно в любом случае этот район будет развиваться. Вот сейчас недалеко уже строится легкоатлетический манеж. Который должны издать в 18-м году. И вот по улице Лесозаводской, значит, сами видите, что несколько лет назад было проведено асфальтирование. Мы там восстанавливали наружное освещение, ведем работы по уборке старых тополей. Там это большая проблема. В этом году будут выполняться работы по сносу аварийных зданий, которые находятся на переулке Крайнем. У нас там как раз расположен центр местной активности. И мы планируем вместо этих зданий сделать площадку для того, чтобы как раз проводить какие-то праздничные мероприятия. Хотя у нас там такие уже территории есть. Там очень активные жители. Мы с ними вместе организуем по любому поводу праздничные мероприятия. У нас там открыты уже есть и детские площадки. Мы совместно с жителями улицы. Одной из улиц недавно проводили ремонт дорог. Так что я думаю, что мы эту работу продолжим. Леслав Николаевич, все-таки вопрос следующий. Проблема есть. Там управляющие компании, которые раньше занимались содержанием жилфонда, они все отказались. Для чего и была создана центральная коммунальная служба, которая на сегодняшний день собирает весь этот фонд и несет бремя его содержания. Понятно, что у них того тарифа на все не хватает. На работы капитального характера. Поэтому я думаю, что с Татьяной Валентиновной мы еще все-таки встретимся. А есть, Вячеслав Николаевич, некая масштабная концепция развития вересняков? И что мешает начать ее воплощать? Да, то может быть стоит ее придумать. Многократно на разных выставках архитектурных и так далее. Я-то помню, были концепции и проекты. Там большое количество денежных средств необходимо для того, чтобы реализовать это. То есть, здесь различная инфраструктура и спортивная, и деловая. То есть, там и зона, в некоторых участках есть зона развития деловой активности. То есть, на сегодняшний день необходимо найти инвестора. Но затраты очень велики, потому что, в первую очередь, необходимо заниматься поднятием земельного участка, для того, чтобы не было вятской венециты. И мы на примере легкоатлетического манежа уже видим, что пришлось приостановить работы, пришлось поднимать грунт на 4 с лишним метров. Менять в этом смысле проект основания. И то же самое придется сделать с верстниками. Только в этом случае что-то получится. А застройщикам интересен этот вообще микрорайон? Вы говорили, что были переговоры. Дело в том, что не только были переговоры. Одна из строительных компаний проводила там исследования. То есть, они и бурили, и исследовали грунты. Эта работа еще два года назад, три года назад была проведена. Поэтому сейчас вот все-таки ждем результатов. Я чувствую, что мы еще не на пороге от начала каких-то масштабных действий по этому району. Пока нет. И связано это с отсутствием инвесторов. С жителями мы постоянно встречаемся. Те вопросы, которые мы можем решать, в том числе и совместно. Я улицу мебельщиков как раз хотел привести пример. Вместе с жителями мы там для двух многоквартирных домов дорогу обустроили. А тротуары вдоль этой прекрасной асфальтированной дороги? Я помню, я ходила там по деревянным настилам. В этом году у нас два микрорайона, которые затапливаются. Это спичфабрика и КМДК. Более тысячи квадратных метров было обустроено тротуаров. Деревянных. Деревянных, да, наплавных. И вот как раз по переулку к раннему, после того, как будут снесены аварийные дома, которые там несут угрозу, потому что есть доступ и для детей. Мы, кстати, в районе КМДК организуем и летний досуг для тех детей, которые находятся в не совсем благополучной ситуации. Вдоль как раз переулка мы в этом году постараемся тоже обустроить тротуары, которые будут и зимой, и летом использоваться. Потому что там есть территории, которые... Они тоже будут деревянные? Да, конечно. Это специфика этого района. То есть нет смысла капитальное делать тротуары? Нет. Потому что поводок ежегодно и стихия, собственно, все это сметает. Время прерваться на две минуты. У нас реклама. Напоминаю, что в студии Вячеслав Семаков, начальник территориального управления по Первомайскому району Кирова, заместитель главы администрации города. Мы будем принимать ваши звонки по телефону 211-101 через две минуты. Должна программа «Дневной разворот». Планы на развитие благоустройства Первомайского района города Кирова мы сегодня обсуждаем вместе с Вячеславом Семаковым, начальником территориального управления по Первомайскому району Кирова. 211-101. Номер телефона прямого эфира. Пожалуйста, звоните. Задавайте свои вопросы. Предложения высказывайте по развитию района. У меня тоже есть вопрос. Может, к улице Ленина перейдем? Вот. У меня есть вопрос по улице Ленина и заодно еще по улице Спаской, где укладывают тротуарную плитку. А недавно улицу Ленина презентовали как проект самой красивой улицы в городе Кирове. У меня вопрос сразу прямой. Как жители этого микрорайона, который, например, с ребенком и велосипедами передвигается из парка Гагарина к своему дому на улице Горбачева. Я не могу понять, почему в нынешних условиях, когда мы говорим о доступной среде, и даже это ставится во главу угла, что нужно передвигаться без барьеров, новые тротуары, новая плитка укладывается через огромное количество очень высоких бордюров. Выездов по улице Ленина со дворов множество вот на этом участке, который так красиво презентовали, и везде высокие тротуары. Если имеется в виду участок от Орловской до Молодой Гвардии, там три выезда у нас имеются, они еще будут асфальтироваться. Я про бордюры сейчас говорю. Переход через выезды тротуаров. Высокие бордюры оставлены. Выезды будут подняты. Если говорить по улице Спаска, я как раз сейчас прогулялся, там везде пандусы предусмотрены. То есть есть ступеньки, есть пандусы. Вот от улицы Лениной. А почему сразу нельзя было сделать тротуар, который со съездами... Вот вы же сделали съезд на улицу Свободы, мы сейчас говорим про Спаску, плавный. Почему нужно через пандусы это делать? Почему заранее нельзя было спланировать, чтобы тротуар плавно переходил в дорогу без барьера? Нет, у нас должны быть и ступеньки пандусы, потому что у нас здесь идет уклон в зимний период. Тоже есть возможность... Скольска будет? Скольска, да, конечно. А как решается вообще? Где пандус сделать? А где съезд под наклоном? В зависимости от перепада. Но это непосредственно уже рабочие на месте решают? Да, конечно. Как что это делать? Совместно с заказчиком, в данном случае, с дирекцией дорожного хозяйства. А, дирекцию дорожного хозяйства давно не приглашали. Надо ей вопрос этот задать. Потому что я-то считаю, что это, конечно, прошлый век, вот то, что сейчас делается. В любом случае, если где-то возникают вопросы, что не могут либо мамы с колясками пройти, либо инвалиды-колясочники, то здесь переделывают. Во-первых, этот участок еще не принят, поэтому, если будут какие-то замечания... Имейте в виду, Вячеслав Николаевич, потому что вот недавно у нас был здесь в эфире Андрей Скальный и рассказывал про... Министр, исполняющий обязанности, министр культуры. Министр культуры рассказывал про открытие грядущего космического центра. Мы такое же замечание и делали. В ноябре 2018 года. О том, что к выездам с космического центра прилегают тротуары через высокий бордюр. Вот я вчера проезжала, бордюры убраны, и там хорошие, нормальные, гладкие съезды. Это такое большое пожелание от людей, которые передвигаются. Вообще, Вячеслав Николаевич, есть много жалоб такого рода, как Светлана сейчас заявила в эфире, что невозможно на велосипеде, на коляске, или вот Светлана... Нет, то, что у нас недостаточно. Единственное, мамы с колясками, позвоните и расскажите, как вы перетаскиваете свои коляски через эти бордюры. И люди, у которых есть взрослые родители, которые, не дай бог, колясочники, так получилось, или дети-инвалиды. Любой позвонит и скажет, как передвигаться по нашему городу. Я по себе знаю, что такое детскую колеску перетаскиваю. А уж когда ты видишь, Володя, что новый укладывается тротуар, и он с такой помпой представляется, ну вот вопрос, просто Вячеслав Николаевич сам просится быть озвучен. Много жалоб? По улице Ленина работы еще не закончены. Жалобы, они поступают разного плана. То есть, как велосипедисты жалуются на то, что недостаточно велодорожек, так и пешеходы жалуются на велосипедистов. Я сейчас, давайте не про велосипедистов, раз они вам так не нравятся. Про мам с колясками хотя бы подумаем. Бог с ними, с велосипедистами. Просто у меня ребенок вырос, я его уже не на коляске вожу. В общем, ждем окончания работы по улице Ленина. По желанию. 211-101, номер телефона прямого эфира. Принимаем звонок. Принимаем звонок. Добрый день, алло. Алло. Да, ваше имя. Добрый день, Вячеслав Николаевич. Ваше имя, пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Светлана. Да, слушаем. Вам звонят жильцы дома по адресу Боровая, 24, корпус 2. Известно ли вам, уважаемые, то, что непосредственные близости от нашего дома, а в частности на расстоянии 9 метров от подъезда, ведется грандиозное строительство газовой котельной, которая для нашего дома подключение не будет производиться, а производится подключение всего лишь для двух жилых домов, расположенных по адресу Зеленина, 7 и 8 марта, 4. Нарушаются все санитарные нормы и правила. Произошла массовая вырубка деревьев, которые садить нам никто не обещает. Вся наша тропинка, некая дорога жизни, по которой ходят пенсионеры в Звербанк, молодые мамочки ходят в магазины, дети ходят в школу номер 33. Вся дорожка у нас перерыта, непонятно, что у нас там творится. Газовая котельная, не было никакого собрания, никто нас не спрашивал. В публичных слушаниях мы не присутствовали. Ходили мы в течение августа месяца дважды в администрацию города Кирова. Собирается компетентная комиссия. Мы задаем соответствующие вопросы. На вопросы нам никто абсолютно никаких ответов не дает. В частности, последнее заседание администрации города 21 августа в 501 кабинете тоже не принесло нам абсолютно никаких результатов. Давайте мы сейчас все-таки сократим ваш вопрос и конкретно его в одно предложение уложим. Почему не слушают мнения жителей дома? И почему, когда у нас в Коминтерне достаточно много свободных земель, происходит строительство непосредственно на этом месте? Обосновывая строительство газовой котельной на этом месте. Спасибо. Ну, уточню, в улице Баравай тоже Коминтерн? Да, конечно. Тоже Коминтерн? В любом случае газовая котельная строится по проекту, который проходил и государственную экспертизу. У нас заказчиком является управление строительства подразделения администрации города Кирова, которые все нюансы, связанные с согласованием, с использованием земельного участка, решают до момента строительства. Я вот, честно говоря, понятно, что котельная это необходимо. В данном микрорайоне у нас там строительство на этих двух домах не остановится. Мы там строим дома и для переселения из аварийного жилья, и для детей-сирот строится жилье. Поэтому необходимо обеспечивать их и теплоносителем. Судя по всему, жители просят благоустройство. Да, речь идет об этом, чтобы не бросалось это все в глаза. Обязательно разберемся, посмотрим. Мы готовы совместно выехать, посмотреть. У нас ведь там в любом случае дома строятся и по Павла Корчагина, в районе 62-го дома. Готовы совместно выделить земельный участок непосредственно вблизи от этого дома. И у нас, скорее всего, где-то Александр Викторович, числа с 11-го объявит осенние благоустройственные мероприятия. И готовы совместно провести субботники, в том числе и связанные с посадкой зеленых насуждений. А вообще появление объектов газовой инфраструктуры, оно предполагает благоустройство прилегающей территории? В любом случае восстановление в тех местах, где проводились земляные работы после раскопок. То есть восстановление в первоначальном виде. Тем более, что на последнем заседании общественной палаты комиссии по экологии город заявил, что старый заброшенный питомник в дендропарке сейчас можно использовать. Там нашли хорошие экземпляры деревьев, которые могут быть высажены. А в это была проблема. И там есть деревья яблоней, голубые даже ели. Проблем нет в том, чтобы их оттуда забрать? Согласовали этот вопрос. И это будет сделано грамотно, согласовано. И какое-то количество материалов как раз в осенних посадочных работах будет участвовать. Мы сейчас примем последний звонок. Перед тем, как мы его примем, я хочу сказать следующее. Прямое обращение, тоже касающееся Первомайского района, насколько я понимаю. У нас есть два участка, за которые голосовали люди по проекте 30 скверов. Это улица Карла Липнихта, восточнее дома 58, и улица Пятницкая, севернее дома 93. Там есть уже активные горожане и даже подготовили проекты, как благоустроить эти участки по сквере. Нам необходимы партнеры. И я прошу позвонить либо к нам в редакцию 211-101, тем представителям бизнеса, который прилегает к этим территориям, либо позвонить в терроруправление Вячеславу Николаевичу Симакову. Я прошу обратить внимание на эти площадки. Не слишком большие средства требуются для участия в благоустройстве скверов, тем более, что город активно тоже принимает участие. Еще раз, Карла Липнихта 58 и Пятницкая 93. Вот я вижу, что там есть Сбербанк, Стройрема, есть Вятич на этих территориях. Пожалуйста, если вы заинтересованы в том, чтобы поучаствовать в благоустройстве скверов, обратитесь в терроруправление либо в редакцию нашей радиостанции. Звонок принимаем. Алло, добрый день, вы в эфире, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Светлана. Меня интересует отрезок улицы Казанской, от здания филармонии до Красноармейской. Там дорога разбита для машин, тротуара для пешеходов нет. Вот я часто возвращаюсь вечером с улицы Казанской, мне нужно дойти до остановки Крым. И по улице Красноармейской освещения нет. От Казанской до Ленина там темнота. Идти по парку к филармонии, там машины постоянно ездят, и дорога вся разбита. И не знаешь, как пройти. Возможно ли вот... Понятно, спасибо. Улица Казанская... Спасибо. Ну, район Гагаринского парка. Да, да, да. У нас этот вопрос уже давно на контроле. Мы еще года четыре назад хотели его заасфальтировать, уже ее сметили. Что помешало? Отсутствие денежных средств. Но я сейчас надеюсь, что у нас благодаря тому, что поступают средства из других бюджетов, все-таки мы этот участок в этом году точно не сделаем. Но на следующий год сейчас сформируется план. Но там же все равно будем исходить и учитывать голосование населения. Да, 18 тысяч человек проголосовало за новую программу. А меньше 16, мама. За новую программу по господству. Я просто пример приведу. Встречался с... Не буду называть улицу в одном микрорайоне. Вот и жители сразу же обратились ко мне с вопросом, когда будет отремонтирована улица. Лично я за эту улицу проголосовал с пяти компьютеров. И когда вернулся домой, посмотрел, на этой улице всего пять голосов проголосовало. Паши. Да, то есть ни один человек с этой улицы не поучаствовал в голосовании. Слушайте, это отдельная программа, я считаю, нужно ее сделать. Это голосование за улицу раз, а во-вторых, нам нужно будет разобрать... Давай напомним, где? На сайте администрации? На сайте администрации. И на сайте ОПКО. И на сайте общественной палаты Кировской области. Да, причем уже голосование скоро закончится. До 1 сентября. Да, успеете, пожалуйста, проголосовать. Пара дней у вас осталось буквально. И еще, значит, давайте сразу договоримся, что у нас будет эфир, в котором мы осветим вопрос попадания в 2018 году в программу по благоустройству городской среды. Формирование комфортной городской среды. Федеральную программу. Как тут уже составляются планы, можно ли туда как-то подать заявку, какова процедура, потому что даже нам с Володей неизвестно. Это будет отдельная программа, мы ее... Ну, я думаю, что мы не только Вячеслава Николаевича подключим, но и его коллег. ГРБС по комфортной среде. И все, что связано с дворовыми территориями, это управление жилищно-коммунального хозяйства, землей общего, пользование управления, благоустройство и транспорт. Пригласим. Пригласим, все расскажем. Спасибо большое за участие. Вячеслав Семаков, начальник теруправления по Первомайскому району города Кирова, был у нас в гостях. Мы сейчас уходим на новости, тематические программы, рекламу. В следующем часе развития велоспорта в Кировской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова